Привет всем, с вами проект Иванова с перцем. На фоне современных событий крайне интересно задать вам вопрос, кто автор здания правительства Украины в Киеве? Тогда она называлась Дом Совета Народных Комиссаров УССР и формировала новый административный центр для новой столицы. До этого ей являлся город Харьков. Архитектора зовут Иван Фомин, который совместно с более молодым автором Павлом Амбросимовым разработали данный проект. Фомин строил в основном в Петербурге, потом перебрался в Москву, где был вынужден подчиниться новым веяниям. Его здание Народного Комиссариата путей сообщения, нынешняя штаб-квартира РЖД, напоминает локомотив, который вот-вот сорвется с места и унесется по Садовому кольцу. Привычное для конструктивизма сочленение прямоугольной башни, олицетворяющей трубу паровоза и плоской крыши, супраматическое сочленение объемов, полоска вертикальной растекловки, которая затем перекочевала в утилитарные постройки Советского Союза. У меня, например, тут же возникают стойки ассоциации с телефонными станциями, где я ее постоянно наблюдал. И вдруг колонны, этот атавизм из жившей себя классики, что они делают на фасаде такого строго функционального здания? Или вот дом общества Динамо, аккурат позади всем известного комплекса строения на Лубянке. Ожидаемая комбинация вертикаль-горизонталь, круглые окна люкарные, это допустимо, Малевич бы одобрил. Но опять парное сочленение колонн, акцент устремления ввысь. Этот прием любили использовать мастера барокко, например, Савва Чевакинский в Никольском морском соборе оформлял углы аж тремя колоннами, создавая такие силовые пучки. Вот и Фомин, внедряя в конструктивистскую архитектуру элементы классики, задает вектор, направленный прямо в небо. После революции зодчему пришлось не сладко. Авангард своей юной мощью задавил все пережитки прошлого. В живописи, в театре и даже во время массовых собраний проповедовался новый подход к искусству. Народ освобождался от царских пут, женщины от кухонного рабства, здания от излишних украшательств. Функция начала преобладать над ненужным декором. Мастера модерной него классики затянули пояса. Фомин подчинился, хотя, как мы видим, умудрялся инкорпорировать в свои произведения элементы чуждой новой эстетики. Но был один город в стране, где он умудрился в авангардный 20-й возвести 100% неоклассические здания, которые были не просто зданиями, они были градообразующим элементом, формировавшим облик всей улицы, на которой они были возведены. Таким городом стал Иваново-Вознесенск. Что такое революционный стиль в архитектуре? Тут мы можем запутаться в дефинициях. Стиль может быть настолько новым и радикальным, что его назовут и революционным. Это конструктивизм. Стиль может ассоциироваться с революцией, прежде всего, французской. Вот такую войну контекстов мы и наблюдаем в городе Иваново. В Москве есть четкий водораздел между авангардом и сталинским ампиром. Это 1934 год, когда Иван Жалтовский построил свой дом на Маховой. Этакую аллегорию на лоджию дель капитанию Виченце. Виктор Веснин высказался, что это гвоздь в гроб конструктивизма. В Иваново же столкновение концепции произошло одновременно. Дом инженерно-технических работников Веснина был построен в 1929 году, дом корабль Фридмана в 30-м, дом коллектива голоса в 1931-м. И аккурат параллельно с этим Иван Фомин возводил комплекс зданий Иваново-Вознесенского политехнического института и Ивановскую областную научную библиотеку. Конструктивизм и классика столкнулись лоб в лоб. Самое интересное, и тот, и другой стиль считались революционными, но классика в итоге добавила к своему названию прилагательное пролетарское и победило. Фомин родился в Орле, естественно, путь в большую архитектуру пролегал через Петербургскую академию художеств. Характерно, что в Москве он стажировался у местного короля модерна Льва Кекушева, но остался недовольным его уровнем и перешел в мастерскую к Федору Шехтелю, который тоже отметился в Иваново, но об этом мы поговорим в другой раз. Постепенно у Фомина начинает формироваться довольно оригинальная и одновременно патриотичная концепция о том, что классицизм – это наш национальный стиль, точно такой же, как допетровская нарыжкинская барокко. В одной из статей он писал «За границей ампир может быть изобретательней, прихотливей, разнообразней, но нигде, кроме России, он не был так прост, благороден и не был так целен». Вот в этом главный концепт Фомина – простота, синоним подлинности в архитектуре, где истинно большая сила, писал он, там простота, а там, где сила ослабевает, там простоты боятся и нагромождением лишних деталей стараются замаскировать недостаток силы. Поэтому классика вечна, но эту фразу я уже добавляю от себя. Казалось бы, конструктивисты постулировали точно такие же идеи. Единство, сила, простота, контраст, стандарт и новизна. Вот эти главные принципы, сформированные Фоминым, на самом деле прекрасно подходят к любой постройке, допустим, Голосово. Но каждый при этом держал в голове свой собственный идеал. В Петербурге Фомин мог построить целый город, он так и назывался Новый Петербург, на западной части острова Декабристов. Это был бы манифест неоклассики, который перекликался с будущими планами Сталина о реконструкции Москвы. Единственное, что уступал в масштабах. Фомин ведь потом участвовал в конкурсе на возведение здания Наркомтяжпрома на Красной площади, где мы видим все тот же мотив трех арок, как вышеупомянутые лоджии Дель Капитанию Веченци. Новый Петербург только начал строиться, случилась Первая мировая война, и проект в итоге не был реализован полностью. После революции именно Фомин добился возвращения в зданий нормальной колировки. Была такая совершенно необъяснимая мною тенденция красить Зимний дворец, арку главного штаба, здание Сената и Синода, Мариинский дворец, Аничков дворец и так далее в краску, которой в Советском Союзе любили красить полы, цвет я имею в виду, такой ядрёно-коричневый, сурик. Вот именно Фомин, наконец, вернул этим историческим объектам прежний вид. Он выступил в роли ландшафтного дизайнера, превратив в пустынное Марсово поле, где до этого проходили воинские учения и народные гуляния в партерный сад. Фомин бился за сохранение Сухаревской башни в Москве, как мы знаем, безрезультатно. Фомин, как мы увидим, был довольно упорным. Ещё на стадии возведения особняка Половцева или Половцова, до сих пор не знаю, как правильно произносится эта фамилия, он был сыном государственного секретаря эпохи Александра Третьего, заказчик усомнился в необходимости мраморного пола. Так вот, Фомин сделал этот пол на свои деньги, клиент убедился, что пол действительно прекрасен и включил все эти расходы в исходную смету. Другое дело, особняк для князя Адамилек Лазарева на мойке, наискосок от последнего адреса Пушкина. Клиент хотел, чтобы на карнизе появилось шесть ваз. Фомин возражал, говорил о том, что это будет неуместно, князь настоял и вазы появились. Уже при советской власти они были убраны, как элемент дисгармонии. Вот так справедливость восторжествовала, победив главный принцип современного рынка, когда клиент всегда прав. И она же восторжествовала в Иваново-Вознесенске, где прекрасно уживаются красная дорика и красный функционализм. Я надеюсь, что теперь личность Иванова Мина раскрылась перед вами в новом свете, оказавшись перед Ивановской областной научной библиотекой или перед корпусами политехнического института, вы посмотрите на эти здания другими глазами. Мы же по традиции хотим поблагодарить строительный холдинг КСК, благодаря которому вы смотрите это видео. Приезжайте в город Иваново, где прекрасно уживаются красный функционализм и пролетарская дурика или пролетарская классика, как ее еще называют. Подписывайтесь на официальный аккаунт Иваново в инстаграме, ссылку на который вы можете найти в описании под этим выпуском. Оставляйте ваши комментарии, пишите вопросы, пожелания. Увидимся с вами офлайн и онлайн. С вами был проект Иванова с перцем. Пока!